В эфире же недельная программа Тюмень спортивная. Здравствуйте! Первый месяц лета близится к завершению, но с отпуском это время связано не у всех, а тем, кому сейчас не до отдыха, расскажем в ближайшие полчаса. Перед защитой диплома лучше иметь холодную голову. Для Андрея Батрева способом привести мысли в порядок стала очередная тренировка, правда не совсем обычная. Рубин продолжает побеждать даже в июне, только не в хоккее, а в футболе, и не Тюменский, а Амутинский. Клуб для тех, кому за 60. Тюменские ветераны волейбола в полном порядке, что и доказали на новом для нашего города турнире. Начнем с главного события последних дней. В Минске стартовали Европейские игры. Российская команда сходу захватила лидерство в общем зачете, а руку к этому приложила и Наталья Кузютина. Тюменская дзюдоистка в своей весовой категории завоевала серебро, с чем мы ее и поздравляем. Ничто так не радует глаз, как собранный чемодан на море. Но чемпион России по мини-футболу Андрей Батрев в теплые края отправится еще не скоро. Впереди у игрока МФК Тюмень защита дипломной работы в местном институте физкультуры. В перерывах от учебы выдающийся футзалист вместе с одноклубником Тезкой Соколовым посещают тренировки спортивных журналистов. Корреспонденты ТА собираются попинать мяч каждое воскресенье. Казалось бы, одного занятия в неделю ничтожно мало для того, чтобы играть в мини-футбол на достойном уровне. Однако, когда компанию в тренировочном процессе составляют именитые мастера, то уровень технических навыков и тактического мышления поднимается автоматически. Причем в геометрической прогрессии. Для Андрея Соколова эта игра с журналистами за лето стала второй. Акулы-пера желающие в бескомпромиссной борьбе отличиться забитым голом. И грамотными действиями в защите вызвали у него приятное впечатление, создав образ потенциальных соперников тюмени-дубля в грядущем сезоне. Все растут на глазах. Думаю, еще 2-3 тренировки можно будет заявляться в следующий сезон по ушке. По России. Нет, тренировка в удовольствие. Все бегают, балуются, шутят. Где-то стараются, где-то там даже жестко иногда бывает. Так и должно быть на таких тренировках. Сегодня бегая, понимаю, что еще рано начал, что не успел еще соскучиться по залу, по мячу. Нужно еще немножко как-то абстрагироваться от футбола, каким-то нейтральными другими вещами позаниматься, чтобы уже соскучиться и с новым желанием большим прийти в новый сезон. Андрей Батырев тоже пинал мяч с журналистами не первый раз. Но он был на тренировке в прошлом году. Самый нестандартно думающий игрок российской суперлиги в действиях корреспондентов на паркете тоже разглядел положительную динамику. Особенно отметил опытного ареновца Алексея Воскутникова. «Человек, который в том году приходил, он не мог попасть по мячу, то есть, грубо говоря, нормально ударить. То есть сейчас я увидел, что человек может допнуть с центрополя верхом. Уже прогресс очень, ну, на лицо видно это. Так что, ну и все остальные ребята как бы продолжают, занимаются. То есть это хорошо для здоровья. Ну, по-твоему, конечно, лицу не скажешь». Зато от лица корреспондента ТА Антона Сакерина можно узнавать об акциях ресторанов быстрого питания. Хоть в последнее время он и старается следить за размером своих щек, чтобы те без проблем влазили в ленту Инстаграма. Но при этом юный спецкор является не самым габаритным в составе команды журналистов. Уступает галкиперу спортивных обозревателей Василию Малышкину, который, узнав, что тренировку посетят чемпионы страны, надел новую экипировку. «Молодец за счет своих габаритов, перегревает большую часть ворот. Ему это дается. Он хорош, как на выходах, как кошка, выскакивает. Сразу откусывает сопернику ногу. Перспективно, я думаю, нужно рассмотреть эту кандидатуру». «Ну так, вратарь для своего возраста и своих сил на хорошем уровне. То есть по вашей лиге, в которой вы играете. Я как бы пару игр смотрел, когда вы играли в Турции, да, вроде. Так что видел на поляне. Но единственный минус – это когда выкатывается вратарь. Трудно встать. А нам легко забивать». «В одно удовольствие играть с такими футболистами. Конечно, порой они, ну так, по-хорошему, скажем, издеваются над тобой. Ну, это, я думаю, абсолютно нормально. То есть, в случае, как говорится, они и сами играют, но и дают играть другим. Поэтому очень здорово, особенно осознавать, что ты сейчас на поле, ну, действительно, со звездами российского мини-футбола. Я думаю, ну, многие любители мини-футбола в Тюмени об этом могут только мечтать. А мы на регулярной основе с парнями имеем возможность поиграть». Хорошо в деревне летом, футболом любоваться, как портретом. В свои законные права, кроме теплой погоды, вступают и чемпионат Тюменской области по игре номер один. Романтика сельских пейзажей, бескомпромиссная борьба и свои зрители. Желание проявить себя у игроков здесь хоть отбавляй. В нынешнем розыгрыше первой лиги регионального чемпионата выступают 10 команд, разделенные на две группы. Шесть лучших позже разыграют трофей в плей-офф. В третьем туре в Амутинском местный Рубин принимал «Феникс» из Казанского. В турнирном плане матч получился интересным. Обе команды ранее побеждали однажды. Да и просто в Амутинке футбол вообще любят сильнее других видов спорта. «Каждый район славится какими-то своими видами спорта. Кто-то лыжными гонками, кто-то баскетболом, кто-то футболом. Вот Амутинский район всегда был славен футбольными традициями. Команда Амутинского района, она неоднократный чемпион губернских игр как по летнему футболу, ну то есть по большому, так и по мини-футболу». «Гордимся своими воспитанниками, естественно, которые прошли обучение в нашей школе, достигли определенных результатов. Вот в настоящее время сборная нашей Амутинского района стоит процентов на 90 из наших воспитанников». Официальный протокол встречи рапортовал о 60 болельщиках, которым составили компанию местные патриотические кружки, сыгравшие в Зорницу. Матч начался с опозданием по колоритной причине. Главный судья встречи возвращался с другой игры, а без него, конечно, никак. За Амутинский рубин играют исключительно местные мужики, многие из которых начинали в местной секции у Николая Аксенова и Сергея Фатюшина. «Одно могу сказать, что, наверное, я сильно люблю детей, и как-то мне охота была с ними заниматься, смотреть на них, как они растут, и я с ними вместе». Сейчас Фатюшин, как и многие в селе, мотается на север и работает вахтами. Тренировать детей Сергей Павлович не может, нет нужного образования. Да и времена меняются. Раньше только на первенстве района играли 12 команд, а теперь их становится все меньше с каждым годом. Но силами энтузиастов и преданных своему делу людей большой футбол в Амутинском остается на плаву. «Я, может быть, это, как сказать, патриот, мне охота осмотреть свое. Все как бы немножко угасает, теряется. Вроде еще есть вот такие вот специалисты, которые еще до сих пор, как бы сказать, они тянут, хотят вот это вот продвигать. Ну, видать, все это…» Натуральное поле в Амутинском – красота. Трава, несмотря на бугорки естественного ландшафта, как расческой причесана. Но стадион «Юность», увы, даже по современным районным меркам начинает устаревать. Реновация случилась здесь, лохматом, в 2002-м, а все местные спортивные любители мечтают об искусственной поляне. «Назрела пора, мы уже выросли из этих штанов, как говорится. Надо новый спорткомплекс. И самое-то главное – нужно поле. Я вот хочу, как вот в Галышманово. Я не знаю, в Галышманово всегда славилось футболистами, в этом году почему-то они слабо выступают, но у них такое прекрасное спортивное хозяйство. И я хочу, чтобы у нас в Амутинке по югу области было такое же поле». «Депутаты поддерживают, и администрация поддерживает. Выделяются средства, приобретаем, решаем вопросы. Вот хотелось бы обновить еще наш стадион. Материально-техническая база состоит также из стадиона. Хотелось бы современное поле иметь». Футбол в районах осмысленный, но беспощадный. Александр Смирнов из Рубина, например, вообще играл с гипсом. На помятую руку в пылу борьбы приходилось даже падать. Ведь это вам не гелем вылизанные симулянты из телевизора. Только Амутинка, только хардкор. «Футбол спортивная, игра подвижная. Не без травм, без увечий, как говорится, не обойтись. Ну, на игре. В общем, неудачно упал, вывернул, ничего страшного. Играть смог, значит, все нормально, заживет. Ну, если бояться, в лес не ходить. Соперник, спасибо сопернику, играл аккуратно. То есть это сильно не грубо, так скажем». В первом тайме борьбы было больше, чем непосредственно футбола. Рубин и Феникс из Казанского припасли голы на 45-ти минутку под номером 2. Вскоре после возвращения с перерыва в составе вамутинских худесников футбола отличился Олег Шустав, откликнувшийся на передачу с фланга от однорукого бандита Смирнова. 17-летний парень вскоре родное село покинет и отправится учиться в Екатеринбург. Но о своих корнях и первых спортивных шагах не забудет никогда. Да и чемпионат области ему нравится. «Это, во-первых, шанс для таких, как я. То есть мне 17 лет и вот я играю, тренируюсь здесь в Амутинке. Это единственный шанс где-то поиграть. Ну потому что дальше надо, ну где-то было заниматься, а мы тут занимались. И хороший уровень, хорошие ребята. Все когда-то играли и все играющие. Ну интересно играть, борьба». Феникс голову в амутинскую траву не зарыл, а из нее восстал, откритав один мяч стараниями Сергея Корниенко. Но преданные футбольные любители из Рубина победу амутинцев все же увидели. Индивидуальным мастерством блеснул Степан Абуладзе. Казанские футболисты могли паритет восстановить в самой концовке, но тщетно 2-1 в пользу Рубина. Неподдельный спортивный азарт не купишь нигде. Будь хоть это чемпионат мира по футболу, хоть первенство водокачки. На чемпионате Тюменской области его с лихвой. «Если с детства заряжен уже на спорт, как бы это уже входит, как скажем, в потребность бегать, побеждать. Пусть у нас спорт не совсем профессиональный, там низко любительский, но тем не менее спортивный интерес это, я думаю, это мужской испокон веков, побеждать». Многие уроженцы Амутинского даже после переезда в Тюмень не забывают о родном селе и выступают за его честь. В региональной столице на очень приличном уровне пыль от Артем Никонов, Сергея Гаманько, Гигам Кастанян и другие. Есть жизнь, в том числе и футбольная, в районах. Если начинание поддерживать и помогать с материальной базой, все точно получится. Вот и мечта у Сергея Павловича Фатюшина не материальная, а конкретно футбольная. «Вернуться сюда, как бы сказать, и получить как-то образование, и снова работать тренером. Вот это у меня, ну как бы мечта или такое желание, вот в душе сейчас она у меня. Я думаю, может быть, она бы, я думаю, должна сбыться». «Ну, в общем, я думаю, у нас можно жить, работать. И знаете, у нас еще Амутинка, она же в центре юга Тюменской области. Мы и называем ее «центром мира», как бы. Можно здесь жить, работать, и у нас есть материал, из которого можно лепить будущих футболистов». Чемпионат Тюменской области по футболу продлится до сентября. Сейчас в своих группах лидируют Тобольский Иртыш и Боровская Олимпия. На них повышение пенсионного возраста точно не скажется. Да и не думают герои нашего сюжета об этом. Есть задачи поважнее. К примеру, находите время для занятия любимой игрой. Речь о ветеранах волейбола. Правда, с одной оговоркой. В областных соревнованиях ветеранов, согласно регламента, участвуют игроки старше 40 лет. Сами понимаете, некоторые из них находятся в по-настоящему классной спортивной форме. В субботу же на площадку по улице Гнаровской вышли не только умудренные опытом, но уже и изрядно посидевшие ветераны. Дело в том, что им всем за 60. И это самое строгое правило допуска к турниру. Я говорю, радуюсь, потому что у нас парк волейбол не просто прижился, он имеет тенденцию к расширению и географии участников, и желающих, и молодежь приходит посмотреть. Вот одна из главных составляющих, что это для подрастающего поколения наглядный пример, как можно. Вот сейчас категория играет 60+. Не скромно я опять же к этой категории отношусь. И если заниматься всю жизнь активно спортом, то можно до глубокой старости дожить, двигаясь на своих ногах. Это совершенно замечательно. Такой турнир в Тюмени состоялся впервые. Инициаторами в немалой степени выступили сами ветераны. Причин несколько. Одна проста и понятна. В областном чемпионате играть против 40- и 50-летних многим уже непросто. А душа требует постоянной спортивной борьбы. Самое главное решение было в том, что, во-первых, спортсмены этого возраста сами пробудировали. И мы уже говорили на ветеранском чемпионате, что много очень спортсменов из категории 50-55 уже перешли в категорию 60+. И на сегодня, предположительно, то есть, как мы делали, у нас даже было 7 команд, на сегодня официально на этих соревнованиях уже 5 команд ветеранов здесь, 60+. И, конечно, надо отдать должное самим участникам, которые именно на песок, выйти в таком возрасте. Участие в первом в истории турнире приняли 5 команд. Правда, с оговоркой. Была и шестая, чтоб разбить соперников на две подгруппы. Ее составили местные подростки, постоянно занимающиеся на этой площадке. Играли они вне зачета. Впрочем, все равно против ветеранов им пришлось архи сложно. Так Аксакалам из Туры уступили в двух сетах. Банальный штамп, но ветераны доказали, что пороха в пороховницах еще в избытке. Наверное, опыт. Пацаны молодые, они не знают, как с нами, со стариками, думают, придут, нас сейчас шапками закидают, а с нами-то надо еще поднатужиться, поднапряться, чтобы у нас выиграть. Я думаю, у них все впереди, но не должны они у нас пока выигрывать на таком уровне. Мы никогда не сдадимся. Пусть растут и физически, и тактически, и грамотности. Вот так вот. Я хочу пожелать им более быстрого роста, я имею в виду в волейболе, совершенствовать себя и, может быть, в дальнейшем, когда нам будет лет по 90, они нас обыграют. Приложил руку к организации турнира и клуб ветеранов волейбола Тюменской области. Существует он пять лет. Начинали, как водится, с малого. Сейчас же определенными достижениями уже можно гордиться. Пять команд, составленных из игроков за 60, это цифра весомая. Раньше мы одну команду могли собрать, куда-то поехать на выездные соревнования, а сейчас мы вот уже свой турнир проводим, и уже пять команд, все, честно, 60 и старше. Уже, у нас уже команда выступает и 65 плюс уже есть команда. Так что ветеранский волейбол только развивается. Я думаю, что пять лет – это для нас только начало. Я думаю, будем двигаться все вперед-вперед, наращивать потенциал. Нельзя не отметить и самого старшего участника турнира. Владимиру Саламатину в январе исполнилось 70. Его спортивной форме можно только позавидовать. По-прежнему ездит в составе разных команд по всероссийским турнирам. Другой жизни для себя не видит. Это наш коллектив. Мы уже на протяжении около 40 лет вместе. Мы занимаемся спортом. Выявляли, было это состояние наше, состояние нашей жизни. Поэтому наш коллектив родной, близкий. И я рад, что этот турнир здесь организован. Поэтому приятно себя чувствовать здесь. Команда «С душор номер один», за которую выступал Саламатин, в итоге стала бронзовым призером турнира. На второй позиции расположился запсиб «Газпром». Ну а победителем вполне ожидаемо стала Тура. В Тюмени в течение четырех дней проходила юношеская спартакиада инвалидов Уральского федерального округа. Ребята с безграничными возможностями от 12 до 17 лет получили шанс посоревноваться сами, узнать о новых для себя видах спорта из первых уст от прославленных чемпионов. Да и просто классно провести время. О мальчишках и девчонках, для которых физическая активность всегда в радость, наш следующий репортаж. Спартакиада Уральского федерального округа для ребят с трудностями здоровья проходит в Тюменской области уже в шестой раз. Причина проста. Такой инфраструктуры и подобного уровня организации в округе нет нигде. Что не бахвальство, но факт. В программу соревнований вошли совершенно разные виды, которые во многих соседних регионах для инвалидов, к сожалению, не приспособлены. Спортивный туризм, ориентирование на местности, пара-бадминтон, пулевая стрельба и дартс. Одно из направлений в данном виде соревнований – это познакомить детей с видами спорта и показать им, что они могут в них участвовать, чего могут добиться. Кому-то это поможет все-таки сориентироваться с будущей спортивной карьерой. Чтобы вытащить этих детей, этих людей из четырех стен от зависимости компьютера, потому что виртуальная жизнь сейчас на первом месте у такой категории мало. Они и есть, люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, но они, в общем-то, находятся в четырех стенах. Стараемся работать и какими-то правдами, неправдами, какими-то заманухами все-таки вовлечь. Потому что, как правило, когда человек попадает в нашу среду, то есть начинает твориться в этой жизни, ему это нравится. Участвующие в «Спартакяде» ребята провели эти дни в Тюмени словно в детском лагере. Программе мероприятий, плотной и разнообразной, позавидовал бы и любой взрослый, проводящий лето в офисе. Галдящую детвору развлекали чемпионатом по настольным играм, курсами диджеинга и даже учили управлять дронами. Поэтому спортивные результаты нередко отходили на второй план. Для нас, неважно, кто выиграет, для нас каждый из них, уже приехав сюда, победил в том, что он увидит то, что не дано увидеть другим. Он попробует это, почувствует, потрогает ручками, подсмотрит глазками. Истории преодоления завораживают. Спорт вытащил Кирилла Сидникова из Курганской области обратно в этот мир. Неоднократный победитель «Спартакяде» Урфо играет в футбол со здоровыми сверстниками, показывает класс на турниках и даже ведет свой канал на YouTube с хэштегом «Усложнить», вдохновляя ребят с инвалидностью. Кстати, недавно под свои знамена Кирилла пригласил баскетбольный клуб на колясках «Шанс» из Тюмени. После травмы уже своей, у меня, получается, были мысли о том, что как бы жить не хотелось. И когда вот потом уже, мне мама показала подъезд, говорит, вот смотри, там люди тоже, как ты там на Олимпийских играх, меня это увидел, мне захотелось тоже, стало желание с этим каким-то Олимпийским чемпионом или что-то в этом. И там вот у меня сама пошла с пива, я стала изучать там, а как обычно, там подтягивания, отжимания. Все тренеры и руководители команд говорят одно и то же. Не стоит бояться отправлять ребенка с тяжелой ситуацией здоровья в спортивные секции. Яркий тому пример – участвующая в сборной Тюменской области команда Дю США номер 2 Тобольска. Сделать первый шаг навстречу новому – большая составляющая успеха. Сейчас ребята из духовной столицы Сибири – заправские участники всех всероссийских турниров. В их рядах есть даже два мастера спорта по адаптивной легкой атлетике. В 2011 году, в июне месяце, у меня было 4 человека. Одна девочка была слабослышащая, один мальчик слабовидящий и две девочки были с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сейчас они уже взрослые, уже за 20 лет. Около 100 детей, которые занимаются у меня на отделении адаптивного спорта. Воспитание ребенка зависит от родителей, что особенно касается детей с проблемами здоровья. Участники «Спартакя-Дурфо» ничем не отличаются от своих сверстников. Их задор и пышущая энергия освещает все вокруг. Когда это гиперопека, я всегда говорю, если вы сейчас здоровы, вы сейчас можете что-то сделать для ребенка, для своего чада. Если с вами что-то случится, не дай бог, конечно, но как он будет находиться наедине с этими преградами, которые вы своими руками их преодолевали? Мне как бы не обидно ничего, когда говорят, что вот там по-другому с ним общаются. Ну, как бы, вот, например, которые на колясках люди, с ними как бы общаться кто-то вроде не хотят. Это не так, это круто, когда вот находишь друга такого. Ну, типа, круто очень. Спорт помогает людям с трудностями здоровья быть сильными во всех смыслах этого слова. До идеально равного общества в нашей стране пока очень далеко, но ситуация меняется. Участники «Спартакя-Дурфо» это доказывают своим примером. Я нашел себе, как бы, много людей, которых мотивировал своим примером, своей жизнью и всем прочим, тем же, что показывал пример. Потому что в моем городе, до того момента, когда я не занимался спортом, были такие, скажем так, как, как это выразится даже, компании в виде, скажем, молодежных гопников, скажем так. Потому что они сидели там, что-то балзалили там, даже бывали, матерились. Вскоре, когда я вам показал несколько каких-то упражнений, элементов, один из них подошел, они говорят, Кирилл, можешь что-то подменироваться? И говорят, пошли, гадди бога. Большинство соревновательных дней у участников «Спартакя-Ды» проходил в реабилитационном центре «Родничок». И здесь проявилась шикарная придумка тюменских организаторов. Мастер-классы по новым для ребят видам спорта, о которых они расскажут в своих регионах. О разных видах поведали мастер тенниса на колясках Михаил Бабкин, баскетболисты клуба «Шанс», а также абсолютный чемпион мира поп-пара армрестлингу Владислав Чикишев. Тюменский рукоборец сумел превратить демонстрацию силового упражнения в настоящий праздник, в котором каждый хотел доказать, что он чуть сильнее другого. Да, интересно с детьми общаться, показывать мой вид спорта, другие виды спорта. И они, как вы заметили сейчас, там с искоркой в глазах, типа «Ух ты, ух ты! А кто сильнее, я или ты? Давай стол решит все!» Приходят разные дети, и мальчики, и девочки, и все-таки они продолжают тренироваться. Мой вид спорта все-таки это сила, и эстетика, и красиво. В юношеской спартакяде инвалидов есть победители, но нет проигравших. В Тюменской области делается все для того, чтобы люди в колясках и с другими трудностями здоровья не чувствовали дополнительных тягот. Именно для этого проводятся спортивные соревнования, которые становятся для ребят вдохновением. Я хочу доказать ребенку, будет вален на кляске или просто инвалидностью, при занятии его и беда спорта, что он все-таки сильный, смелый и интересен другим. И может доказать даже за столом и на улице, и нигде, что он интересен обществу, он не изгой. Современный мир полон стрессов, поэтому умение совладать с эмоциями и избавиться от напряжения пригодится как никогда кстати. По мнению индийских мудрецов, йога – это устойчивый контроль чувств. Попробовать поймать дзен и достичь гармонии с самим собой в Международный день этого учения в Тюмени пришли 120 человек. Йога зародилась в Индии еще в III веке до н.э. И долгое время была частью религии. Но в Россию искусство пришло лишь в конце 20-го столетия в качестве фитнес-направления, которое чрезвычайно популярно сегодня. Йога – это глубокое философское учение, в том числе включающее в себя некоторые физические упражнения. Есть 8 ступеней йоги, включающие в себя правила нравственной дисциплины, включающие в себя практику йога-асан на коврике, дыхательные техники и техники для концентрации внимания. Поэтому нельзя свести понимание понятия йоги только лишь к физическим упражнениям. Это такая тенденция, которая сейчас распространена у нас, на Западе, вообще и по всему миру, даже в Индии сейчас в какой-то степени. Но, тем не менее, остаются учителя, которые транслируют сущностные аспекты йоги. И, слава Богу, пока выхолощивание не происходит. Но заниматься некоторыми видами йоги можно и вне зависимости от того, знает ли практик-любитель действия механизма. Однако, чтобы йога была максимально полезной, для начала нужно сформировать правильное представление. И прийти к нему можно только путём практик. Вот уже 5 лет Тюмень отмечает День йоги и ежегодно рассказывает об искусстве медитации и гармонии, вызывая всё больше интерес у любителей спорта. Йога в Тюмени является популярной. И только на сегодняшний день порядка полутора тысяч тюменцев занимаются и в фитнес-центрах. И отрадным является то, что йога в том числе всё большую и большую популярность приобретает у людей и среднего, и старшего возраста в рамках организации работы по месту жительства. Погрузиться в мир восточной практики с большим энтузиазмом поспешили представители старшего поколения. И пусть они не знают всех тонкостей этого дела, вряд ли хотят выйти из круга сансары, о чём мечтали десятки тысяч лет назад практики. Но поддерживать себя в форме и усвоить азы удастся абсолютно каждому. Раньше же это вообще не оглашалось, как бы вот это всё. Это всё было, вот сколько помню, по детским садам давно же, как бы физкультуру преподаю. Это было всё закрыто, никогда вот это не показывалось. Сейчас вот это впервые, вот вижу, чтобы это всё показывали. Вот поэтому как бы решила попробовать. Ну, слышать, конечно, слышала, какие-то элементы с йоги беру, с ребятишками тоже делаю. Но заниматься не занималась никогда. Ну, чтобы усовершенствовать своё тело, медитация, в частности, ещё как бы духовные какие-то практики ещё. То есть совмещается всё вместе, получается. Но в знаменитой позе лотоса увидеть можно и подрастающих спортсменов. Неудивительно, элементы йоги часто используют в подготовке атлетов. Ведь это искусство сочетает в себе хорошую физическую подготовку, растяжку и умение совладать с эмоциями. Что, безусловно, пригодится потенциальному чемпиону. Я занимаюсь спортом тайэквондо. Я сегодня пошла на йогу, потому что мне хочется расслабиться. Никаких лишних звуков, чтобы не было. Среди начинающих и неопытных участников фестиваля без труда можно выделить и тюменских гуру, для которых йога не только способ приятно провести время. Мастера считают её инструкцией жизни, где можно найти ответы на разные вопросы. Сколько бы я ни занималась йогой, я всё равно нахожу в ней очень много новых моментов. Это практика, которая позволяет развиваться, совершенствоваться, идти дальше. И работать не только над телом, но ещё и над здоровьем ума. Она помогает, наверное, в нашей действительности очень активно находить равновесие. Я рада, что в Тюмени это проводится. 21 июня – особенный день, день летнего солнцестояния. И не случайно йога. День йоги в этот день. Но сегодня солнце ещё сильнее. Мы его приветствуем. Здесь мы все вместе. Это такая общая молитва за всех нас, за весь мир. ГТО в Тюмени. Несмотря на возраст, а ему за 80, Леонид находится в постоянном движении. Желание испытать себя привело к комплексу ГТО. Золотой знак – это главное спортивное достижение. А вам слабо? Подтянись к движению. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня. Но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru. Там вы всегда сможете найти ещё больше свежих новостей спорта. До свидания.